До сих пор Людмила Чурсина по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Благодаря своей эффектной внешности и, конечно, таланту, у нее никогда не было недостатка в кавалерах. В свое время, но Чурсино обратил внимание и сын генсека Юрия Андропова. Однако семейная жизнь Андропова, младшего и Чурсиной не сложилась. Еще в период учебы в Щукинском училище Людмила Чурсина считалась одной из самых красивых студенток. После окончания вуза Чурсину пригласили в театр имени Вахтангова. Именно тогда она познакомилась со своим первым супругом, режиссером Владимиром Фетиным. Фетин снимал Чурсину в своих фильмах, раскрывая все новые грани ее таланта. А за пределами съемочной площадки он оказывался совершенно беспомощным. Не мог решить никакие бытовые вопросы, абсолютно не обращал внимания на окружающую обстановку. Во времена простоев не находил себе места и все чаще прикладывался к бутылке. Она же заботилась не только об их семье, но еще и старательно зарабатывала на алименты сына супруга от первого брака. Она возвращалась со съемок или гастролей и вместо желанного отпуска начинала выводить мужа из запоя, пытаясь вернуть его в реальность. Она слишком его любила и не могла просто взять и уйти. Людмила Чурсина уговаривала мужа бросить пить. Чурсина увещевала, даже сама пыталась разделить с ним тягу к зеленому змею, чтобы напугать Фетина. Ничего не помогало, а у нее опускались руки. Они все больше отдалялись друг от друга. Когда наступил момент полной беспомощности, она попыталась свести счеты с жизнью. Она уже стояла над Невой, собираясь броситься вниз. К счастью, ее заметил совсем незнакомый мужчина, усадивший актрису в машину. Он просто молча отвез ее домой. Отрезвила Чурсину встреча с мужчиной-инвалидом. У него не было ног, но глаза горели такой жаждой жизни, что актриса поневоле устыдилась своих проблем. Единственное, что она поняла, надо жить и двигаться дальше. Но даже после развода между супругами сохранились теплые отношения. Она даже почувствовала, когда он покинул этот мир. Ее второй супруг, Владимир Петровский, был океанологом. Людмилу Чурсину поразила в нем не только невероятная красота, но и в первую очередь его полная самостоятельность и полное отсутствие тяги к спиртному. Однако прожили вместе они всего два года. Слишком разными оказались людьми. Да и не возникло между ними той душевной связи, в которой она так нуждалась. Вскоре в одной общей компании Людмила Алексеевна встретила сына генерального секретаря Юрия Андропова, Игоря. К тому моменту Игорь Юрьевич уже успел развестись с предыдущей супругой, которая родила ему двоих детей. Людмила даже не догадывалась, что этот скромный, интеллигентный мужчина – сын генсека ЦК КПСС. Несмотря на положение отца, у мужчины не было мажорских замашек, даже напротив. Несколько лет он работал рядовым научным сотрудником с окладом 120 рублей. На вопросы, что сделать для сына, Юрий Андропов неизменно отвечал «Загружайте его побольше работой». Игорь Андропов оказался внимательным и четким человеком. Писал прекрасные стихи и в итоге очаровал Чурсину. Свадьба актрисы и дипломата всколыхнула волну слухов. Людмила Алексеевна слишком рано получила звание народной артистки. Минуя заслуженную и недоброжелатели заподозрили, что это произошло исключительно благодаря связям с политбюро. Людмила переехала в квартиру Игоря, и они поженились. Но вскоре брак дал трещину. По воспоминаниям бывшей жены Андропова, Татьяны Игорь часто звонил ей и просил «Забери меня к себе». Часто оставался у друзей, не хотел возвращаться домой, в квартиру, где поселилась Чурсина. Затем он попал в центральную клиническую больницу. Татьяна навещала его. Приехав в очередной раз в больницу, Татьяна услышала от Игоря. «Кажется, я сделал глупость. Чурсина меня куда-то возила. Я подписал какие-то бумаги, что-то связанное с квартирой. Я был в жутком состоянии, ничего не помню, толком ничего не прочитал». После развода Людмила Чурсина звонила Игорю и хотела поделить квартиру на Белорусской. Помешать этой афере смогла Татьяна, которая попросила помощи сам Игорь Юрьевич. Татьяна продала свою квартиру на Патриарших прудах и выплатила Людмиле Чурсиной, претендовавшей на одну-вторую квартиры на Белорусской, половину из вырученных денег. Другая половина была отдана дочке Татьяны, чтобы та купила себе жилье. Чурсина получила от Татьяны внушительную сумму денег, осталась очень довольна и ушла навсегда из их жизни. Однако сама Людмила Алексеевна рассказала другую версию. Актриса уверяла, что в браке с Игорем Андроповым она испытала самое большое разочарование в своей жизни. По словам Чурсиной, она не понимала, как человек, получивший прекрасное образование, может быть совсем другим. Что именно актриса подразумевала под другим, неизвестно. Тем не менее, есть сведения, что Андропов-младший подчас становился таким ревнивцем, что Чурсина, которой, что называется, по долгу службы положено, была общаться с актерами и режиссерами и поклонниками мужского пола, едва выдерживала нападки мужа. Она уходила от Игоря Андропова столько же раз, сколько и от Владимира Фетина. Здесь 14-й тоже стал последним. После развода с Игорем Андроповым Людмила Чурсина больше не вышла замуж. Да и детьми актриса не обзавелась. Все свои силы Чурсина отдавала и продолжает отдавать театру и кинематографу. Людмила Алексеевна и по сей день не собирается уходить на заслуженный отдых. Она уверена в том, что для артиста это подобно смерти. В одном из своих интервью Чурсина заявила, что лучше умереть на сцене, чем уйти на покой. А что касается сына Генсека, то его уже давно нет в живых. Он скончался 16 лет назад. До последнего дня он прожил вместе со своей первой и по совместительству третьей женой Татьяной. Примечательно, что расставшись с Чурсиной, Андропов-младший даже не стал никого искать. Продолжение следует... Продолжение следует...